портал x get ваши вопросы на которые мы пытаемся ответить и сегодня не поговорим о очень удивительном вопросе но на самом деле очень важно действительно ли если господь хочет наказать то он отнимает разум мы с вами должны сразу констатировать что бог не наказывает человека если с человеком что-либо происходит то мы должны с вами понимать что человек самостоятельно своими действиями не взял и наказал сам себя вообще священном писании мы очень много можем встретить таких мест которые допустим изгнание адама из рая мы это знаем читаем что за грехи адам был изгнан из рая но на самом деле адам совершая грех сам себя удаляет от бога общение точно так же как и мы с вами человек духовно возрастает совершает добрые дела поступки молится не кается не ведет добродетельную жизнь и вдруг совершил грех и такое ощущение что вот весь этот дом построенной мне до этого момента разрушается господь ли разрушил это да нет конечно разрушает все это сам человек необдуманно может быть даже не специально совершив какой-либо грех но в слове даже уже необдуманно слышится отсутствие разума человек поступающий греховно поступает как безумный не то есть он лишён разума он понимает что за проступок идет грех и как говорит апостол павел как пес который лежит пилу и упаяется своей кровью он не понимает что это начало его конца что это смерть на для него ибо сам он себя наносит вред точно так же и человек который совершает грех он обезумливает он лишает себя богу установленного органа у человека разум мы с вами дорогие братья и сестры должны четко понимать что все доброе это от бога все злое это от нашего с вами безумие и наказание не от бога а от нас с вами мы лишаем себя богообщение значит мы себя лишаем мудрости внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео